Hi there, it's Nastia и моя рубрика HandyHacks. Хочу начать этот выпуск с пожелания нам всем сил в это очень непростое время. То, что сейчас происходит, это просто какой-то сюр. Илон Маск написал, что А мы, простые смертные, теряем привычный уклад жизни и опасаемся финансовых последствий. Помимо онлайн-занятий, у меня было много корпоративных оффлайн-уроков и разговорных клубов. Так вот, с марта компании их стали просто сокращать. И на тот момент у меня в голове крутились очень печальные мысли, что платежеспособность моих учеников сойдет на нет, потому что они потеряли работу. Что компании сейчас по одной начнут отказываться от моих занятий. Что я не смогу оплачивать себе жилье и просто банально покупать продукты. Ну и так далее. И что я поняла через месяц? Что в принципе учителям английского очень повезло. Легко мы с вами отделались, ребят, наверное, не знаю. У меня вообще все довольно-таки удачно сложилось. Мне поступило большое количество заявок на индивидуальные онлайн-уроки. И остальные клубы были все-таки переведены в онлайн-режим. Оказывается, у людей после перевода на удаленку оказалось много свободного времени. И они очень мудро поступают. Вкладывают его в саморазвитие. Так что, если кто еще не в онлайн, то приходите. Здесь комфортно и нет никакого карантина. И так как у меня теперь много новых учеников, а люди все очень разные, мне бы хотелось затронуть такую тему, как совместимость учителя и ученика. В онлайне еще острее чувствуется, что это как кот в мешке. Никогда не знаешь, с кем ты будешь заниматься. Просто открываешь экран, а там... Дра-да-ди! Человек. И правила пользования к нему не прилагаются. И в этом выпуске мы поговорим о том, как найти общий язык со своими студентами. Бывает такое, что на практике тебе попадается ученик, с которым очень трудно работать. Сложно объяснить ему задание, понять его запрос, чего он вообще ждет от этих уроков. Во время уроков вы ощущаете дискомфорт и даже злость. На мой взгляд, тут есть несколько причин. Первое. Разные темпераменты. Учитель может быть экстравертным и эмоциональным, а ученик стеснительным и замкультным. В таком случае ему может быть некомфортна форма подачи материала. И я убеждена, что именно на учителе лежит задача подстроиться под ученика и как бы быть с ним on the same page. Второе. Ожидание. За собой я заметила, что иногда я возлагаю определенные ожидания на своих учеников. Ну, я же готовлюсь к уроку. У меня есть план. Значит, я жду определенных результатов. А вот ученик не сделал домашку, не выучил слова и на материал с прошлого занятия смотрит как на новый. И в этот момент я испытываю сильное раздражение, потому что вот мои ожидания и вот реальность. Недавно в группе со взрослыми людьми мы полтора часа проходили глагол to be. И бесит даже не то, что они что-то не понимают или что они выполнили домашние задания, зная, что эта тема для них сложная. А то, что это взрослые люди. И я ожидаю от них осознанности и самоорганизации, которой они не обладают. Бесит. Просто бесит это. Все, я сказала. Теперь мне легко. Нет, люди хорошие. Ситуация бесит. Поэтому я не стараюсь их поменять. Я просто приняла тот факт, что они не делают домашку, не повторяют материал. И уже следующее занятие я планирую относительно этих исходных данных. Нет ожиданий. Нет разочарований. Третье. Ученику... Коронавирус! Сосед притих сразу, испугался. Третье. Ученику вы не нравитесь. Знаете, я часто слышу в свой адрес... Ой, ты такая классная, а раньше я думала, что ты надменная. То есть человек со мной еще не общался, но уже был настроен ко мне негативно. And it's a thing. Вы вполне возможно кому-то не нравитесь просто по какой-то сугубо субъективной причине. Ну, не взлюбил вас ученик. Ну и... Все. Ну, не взлюби, у вас ученик. И все. И ничего с этим не поделаешь. Ну и... В общем-то... И не надо с этим ничего делать. И ладно. Пусть будет. Но если что, вы номерочек его приложите, пожалуйста, в комментарии. Я позвоню, разберусь, это кто там моих подписчиков обижает. Не понравились ему. Ага, они еще выбирают. Ладно, так. Я придерживаюсь такого мнения, что общий язык можно найти с тем, кто тоже этого хочет. Я, когда готовилась к выпуску, нашла очень занимательную статью. Я вам сейчас фрагменты зачитаю. Преподаватель Овен ведет свои уроки в бешеном темпе. Так, что даже записать не успеваешь. Лев – самолюбивый преподаватель с субъективными оценками. Я, кстати, Лев. На уроках весов царит атмосфера раскованности. Поддерживать дисциплину среди учеников им тяжело, поэтому они позволяют иногда садить себе на голову. Автор еще вначале побуждает родителей выбирать учителей своим детям по знаку зодиака. Ну, чтобы они нашли общий язык. Мое мнение, что знаки зодиака тут ни при чем. У каждого свой уникальный внутренний мир, неповторимый жизненный опыт, который и определяет мировоззрение человека. То, как он смотрит на вещи и то, как он общается с другими людьми. Если ученик изначально не расположен к вам, или работа с ним доставляет вам только дискомфорт, то имеет смысл просто разойтись. Вы же не ипотеку совместную брали? У меня есть ученик в группе, который кажется мне невероятным хамом. Но отказаться от него я не могу, поэтому я учусь находить к нему подход. И мне кажется, что сейчас у меня получается гораздо лучше. Перед занятиями я его как бы обнуляю. То есть, как будто бы его в моем эмоциональном поле никогда не было. Ну и чтобы он берега не путал, я делаю ему замечания, когда надо. Но без эмоций. А у вас есть истории с несовместимыми учениками? Как вы с ними справляетесь? Поделитесь в комментариях, мне правда очень интересно узнать. И расскажите, пожалуйста, как самоизоляция повлияла на вашу жизнь? Изменились ли отношения с коллегами и с учениками? И как сейчас выглядят ваши рабочие будни? Думаю, нам всем сейчас очень важно обменяться опытом. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach, Следите за нашими новыми стримами, кстати. И stay tuned! Bye! Блин, брату и ты. Я как будто озвучиваю фильм, знаешь? Минута молчания просто начала сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торжиных действий! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...